Добрый вечер! У эфира новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. С первого студента кошт послуг жильево-коммунальной господарки повысится приблизительно на 10 рублей. Рад Беларуси зацвердил перелик высокорентабельных организаций, которые перелечат в бюджет частку прибытку. Звышь пау тысячи жихаров Гомельщины за последние несколько годов были притягнуты до субсидиарной отказности. Министерство антимонопольного регулирования и гандлю рекомендует магазинам указывать цены за килограмм и литр. Министерство финансов знизило цены на каштонные металлы у вырубах и ломе, яке закупаются у физичных особ. А зараз об гэтых и инших новинах больше подробязно. С первого студента кошт послуг жильево-коммунальной господарки повысится приблизительно на 10 рублей. При необходности будет здесь размова и об другом этапе росту тарифов. Як вядомо, до конца будущего года насельство будет оплачивать 75% кошту послуг ЖКГ, до конца 2018-го – 100%. Нагадаю, о пошнем докладе Международного валютного фонда отзначалося, что тарифы на коммунальные послуги для беларусов не только далекие от полного вертания на гэта державных затрат, але и з'являются больше низкими, чем у суседних краинах. МВФ пропонуя разглядать программу росту тарифов не адасобленной, як гэта было ранее, а комплексно. По-перше, серьезно заняться снижением затрат монополий. По-другое, разгорнуть эффективную систему адрасной подтрымки. По-третье, удалейшим развивать энергетичный рынок. Гэта значыць, а личыць у Министерстве ЖКГ, што не павинны отрымацца так, што тарифы павысіліся, а система адрасной садсабароны не паспела на гэта адрагаваць. Нагадаю, сёліта коммунальные послуги дорожэць не будуть. Пратягваем выпуск. У Рад Беларусіць затвердзеў пералік высокорэнтабельных организаций, які дадатково пералічыць у республіканскій бюджет частку прыбытку павыніках работы за студзень чэрвэнь гэтага года. У спісі 42 організацыі. Гэта прадприемствы Міністерства энергетики, транспорту, сувізяховыздаруўя, антимонапольнага рэгулявані і гандлю, національна акадэмія навук, канцерн Белнафта-Хім, аблывы канкамы і гэтак далей. Найбольшу суму бюджет павынна пералічыць Гомель Транснафта-Дружба, амаль 18 мільйонав рублёў. У працяг падатковой темы. Бочык 500 жахароў Гомельшыны за апошні некалькі гадоў былі прытягнуты да субсідярны адказнасті. Такі термін знайомы далёка не ўсім, але терпець заўласны фінансавыне адукованості многі. Часті студэнты, пенсіонеры, маламайомасныя грамадзяні. Ілже прадпрымальніцкі структуры, тінявы бізнес, фінансавае банкрутства, фіктывныя фірмы, падатковыя санкцыі. Гэты ланцужок можна працягуваць бяз конца. І аказацца яго злачынным звяном можна да крыуднага лёгка. Напрыклад, знайомы альбо зусім чужы чылавек прапановыя зделку. Стаць заснавальнікам альбо директорам фірмы за добрае фінансавае узнагороджуванне. Данное лицо оформляец на сябя фірму. Далі ему только приносяться документы на подпись. Конечно же, он не участвует в хозяйственной деятельності данного предприятия. Но под накладными, под договорами стоят його подписи. Когда приходит налоговая проверка, то, конечно же, насчитываються больші суммы налогов. Но буде виновато і привлечен к ответственності то лицо, яке фактически свою подпись ставило под документами. Показальний выпадок. У таку ситуацію трапила жаншина, яка по документах лічилася і заснавальнікам, і бухгалтерам, і продавцом одночасово. По її фінансовому стані одразу було зрозуміло, що доходы від дійності фірмы отримливала не яна. Але підписи під усюю документацию ставила, і тому доуги фірмы так само буде платити самостойно. І яшы один шлях до субсидіарной отказности. Наприклад, региструється невеликое товариство. Заснавальнік веде тінявы бізнес, наладжувае контакты с лжі структурами і гэтак далей. Литеральне займаецца махлярством. Як часто здараецца, назапашувае податковые даўги і доводзець фірму до банкрутства. Калі гэта высветляецца, наступая субсидіарна адказнаць. Гэта значы, што даўги будуть спаганяться не за організацій, а за особ, под керавністам яких яна обанкрутилася. Гэта керавнік, заснавальнікі, галлоны бухгалтар. Какі ж обстоятельства можат привести к тому, што сами должностные лица будуть оплачивать долги организации? Во-первых, это недобросовестное отношение к ведению бизнеса. Например, некоторые учредители при ведении деятельности организации не оформляют документами хозяйственной операции, либо не рассчитываються с поставщиками за продукцию, не оплачиваються заработную плату, не уплачиваються налоги в бюджет, либо они взаимодействуються лжеструктурами, ведя свой теневой бизнес. В этом случае они будуть привлечены к субсидіарной ответственности. Так недавно в экономичном суде разглядалася справа керавніка приватного товарыства. Йон взаимодейничав с лже-продпромальницкой структурой, якой небыто поставлял листовое шкло. Гроши за продаж фиктивный покупник переводив на развліковый рахунок. А потом оказалось, што на самой справе сделок не було. И ашы один приклад. Не так давно был привлечен к субсидіарной ответственности учредитель одной из организаций, который при увольнении директора нового не назначил. Документы по финансово-хозяйственной деятельности, которые ему были переданы, не сохранил. Вот такое недобросовестное отношение к своему бизнесу и привело к тому, что налоговая при проверке доначислила значительные суммы налогов, которыми не смогла рассчитаться фирма. Поэтому он сам будет отвечать по данным налоговым долгам. Максимального по меру субсидіарной отказности не уснує. Так недавно при разгляданні подобного выпадку была наличена сумма, якая перевысила 250 тысяч динаминованных рублёв. Усяго за 5 годов до такой формы отказности притягнули больше к полтысячи человек. Агульная сумма податку перевысила 100 миллионов динаминованных рублёв. До інших тем. Министерство антимонопольного регулирования и гандлёв рекомендует магазинам указывать цены за килограмм и литр. Норма повинна з'явиться уже сёлита. Гандлёвый сектор може гэта зарабить разом со зменой ценников. Як вядома, кошт товара у динаминованных и нединаминованных личбах будет указываться только до конца снежня. По коль у параллельным звороте знаходятся купюры узору 2000-го и 2009-го году. Специалисты означают, что новая информация на ценниках да поможет одразу ориентоваться, який продукт однольковой линейки каштую больше танна. Бо зараз, наприклад, молоко продаецца утары по литру, 950, 900 миллилитров и гэта кдалей. Той же с крупами. Вытворцы фасуют их по килограмму 900, 800 альбо 700 граммов. Новая день не да поможет экономить гроши. Бо одразу вядома, кольки каштой литр альбо килограмм. Цекава, что гэта по меркованні специалисты у привядзе не тольки до экономии, а лейда так званага устойливого споживання. Державы затекалю наутым, каб люди выкрыстоуали менш ресурсов. Наприклад, набывалі столькі ежи, кольки саправды патрыбна, каб потом не выкидывать лишнее. Бо наутылізацію таксама тратіцца шмады грошей. Протягываем выпуск. С пачатку листапада Міністерства фінансов знизіла цены на каштойные металы у вырабах і ломе, які закупаюцца у физічных асоб. Выключэння, купля-продаж банковскімі і небанковскімі крэдытно-фінансовымі організаціями, каштойных металлов у выглядзі мерных зліткав і монет у насельництва. Так, кашт граму золота знизіўся на 10%, платины – амальна 20%, серобра – на 17%. Змініліся і цены на зубнія протэзы і іх алименты. У середнім – на 10%. Подробязна інформація у наступній таблиці. Змініліся і цены на 10%. Змініліся і цены на 10%. На гэтым у мене ўсё. З вами была Марына Сівер'янова. Наступный выпуск «Экономічной доведки» выйдзе у эфір «Прастыдзінь». До сустречі!